Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! В рамках проекта, представленного библейским порталом экзегет.ру, мы взглянем сейчас на 14-ю главу Откровения Иоанна Богослова, продолжая разговор об этой удивительной книге. 13-я, предыдущая глава, закончилась достаточно прозрачным указанием на Римскую империю, как на ту реальность, которую, собственно, драконы, все эти звери с рогами по числу цезарей символизируют. Но, знаете, евангелист не был бы евангелистом, а был бы просто, знаете, автором ужастика, если бы он только об этом думал и только об этом говорил. Указав на этих зверей, совсем коротко сказав о них, дальше он говорит о том, что для него по-настоящему важно, и к чему он хочет привлечь внимание своего читателя. Он говорит, и я взглянул, и вот Агнец стоит на горе Сион, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. В предыдущей главе он говорил о людях, которые там от зверя получают печать на руку, а вот он видит Агнеца Божьего, ягненка, который стал жертвой за грехи людей, и ягненка, рядом с которыми стоят те, чьи чела запечатлены печатью Бога, власть, знаком власти Бога над этими людьми. Вот, собственно, это ведь знак принадлежности, как тавро на овцах, знак, который свидетельствует о том, что вот этот человек принадлежит Богу. И вот он видит Агнеца и слышит песнь, которая поется Агнецу, слышит голос с неба, как шум от множества вод. И вот он говорит, никто не может научиться этой песне, кроме искупленных от земли, вот этих 144 тысяч, кроме тех, которые следуют за Агнецем, куда бы он ни пошел. Во-первых, это действительно очень серьезная вещь, потому что эта песня, которая воспевается Агнецу, не просто текст, не просто музыка, не просто там какое-то колебание воздуха. Для того, чтобы в этой песне участвовать, тебе нужен некоторый опыт благодарности, некоторый опыт восхищения Агнецем, некоторый опыт, знаете, слез о той жертве, которую он приносит. Вот удивительным образом воспеть Агнецу эту песнь действительно невозможно, если у тебя не происходило хоть какой-то с ним встречи, если у тебя нет хоть каких-то отношений, даже неосознанных. Знаете, как в одном месте сам Бог о себе говорит, «Повернулось во мне сердце мое от жалости к тебе, народ мой». И вот точно так же для того, чтобы петь эту песню, надо иметь опыт сердца, повернувшегося от жалости. Это очень фундаментальная вещь о духовной жизни христиан, которую здесь Иоанн, может быть, почти непреднамеренно говорит. Это скорее его опыт жизни, его знание о том, как устроена жизнь и отношение с Богом. И дальше, продолжая разговор об Агнецу и людях, которые Агнецу принадлежат и стоят рядом с ним, он говорит, «Это те, которые следуют за Агнецем, куда бы он ни пошел». Это очень важная фраза, которая приоткрывает нам некоторую, знаете, картину мира, картину истории, о которой, собственно, Иоанн и пишет. Он говорит о том, что есть дракон, ну, ладно, дракон не в первом, не на первом месте, есть Бог, есть дракон, который пытается противиться Богу и занять его место и властвовать жизнью людей, и привлечь к себе поклонение вместо Бога. Есть Агнец, который приходит от Бога в этот мир, приходит и становится здесь жертвой, принимает смерть и побеждает ее своей кровью. И вот, люди, которые следуют за Агнецем, куда бы он ни пошел. Агнец в этом мире попадает в гущу схватки с империей и с человеческим грехом, с человеческой мелочностью, бессмысленностью и злобой. Ну, можно слов много разных наговорить. Суть, в конце концов, довольно простая. Свет, который приходит в этот мир, сталкивается с тем, что либо недостойно света, либо не может существовать при свете Божьем. И вот посреди этого мира Агнец присутствует. Присутствует, потому что церковь есть. Присутствует, потому что жертва Агнеца продолжает в церкви приноситься, потому что хлеб возносится к Отцу Небесному. Для Иоанна это самое зримое и фундаментальное проявление присутствия и жертвы Агнеца в его реальности, в реальности его общин. И вот люди, которые следуют за Агнецем, попадают туда, куда попадает он. Это ответ на вопрос, почему победа Божья одновременно для христианских общин подразумевает враждебность окружающего мира, гонения, преследования за то, что они исповедуют Иисуса Господом, потому что, собственно, на самом деле это не столько нас, сколько Иисуса, не принимает зверь, не принимает дракон. Здесь есть два еще важных аспекта. Во-первых, сам Господь говорил об этом, как меня гнали, так будут гнать и вас. А во-вторых, и это может быть сегодня чрезвычайно важно для нас, вот что апостол Петр в одном из своих писем, в первом из них, дошедшем до нас, не факт, что оно было единственным и первым, но все-таки в том тексте, который мы называем первым посланием Петра, Петр пишет о том, что когда вы подвергаетесь гонениям за Христа, ну, это, в общем, неизбежно, потому что вы, как Иоанн пишет, следуете за Агнцем, куда бы он ни пошел. Лишь бы, говорит Петр, не пострадал бы кто из вас, как жулик, как проходимец, как вор там и так далее. И это действительно важная вещь, потому что сегодня мы часто склонны, знаете ли, приписывать враждебность к себе, враждебность и к Иисусу, что, мол, люди не принимают мир, не принимают Иисуса, и поэтому так относятся к нам. Ну, вот это было бы, наверное, так, если бы сами мы были чисты и свободны от греха, и пустоты, и злобы. Это, к сожалению, далеко не всегда так. Тем не менее, имея все-таки это в виду, важно увидеть вот эту картину, о которой говорит Иоанн Богослов. Люди, которые верны Агнцу, следуют за ним и повторяют, в общем, его путь. И это неизбежное следствие того, что эти люди выбирают Агнца, неизбежное следствие именно этого нравственного выбора. Это действительно такая фундаментальная вещь. И дальше Иоанн говорит о том, что он видит ангела, который имеет вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. Еще тогда слово Евангелие вовсе не подразумевало книгу, вовсе не подразумевало текст. И еще, по-видимому, никто даже тогда и не собрал четыре или больше существовавших на тот момент Евангелия воедино. Речь идет о некоторой благой вести, которая от Бога возвещается ангелам. Благая весть, о которой ангел говорит «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, воздайте Ему славу, потому что Бог победил». Другой ангел говорит «Пал Вавилон, город великий». Благая весть, которая, собственно, в том и заключается, как и радостная весть Бессара, Евангелия, о которой говорит Христос в Евангелии, весть о том, что Бог пришел за нами в этот мир, весть о том, что Бог нас не бросил, не оставил наедине с драконом и зверями, в восстании которых мы в очень значительной степени виноваты. Это тоже способ видеть мир и историю, как ангела, который над человеческим миром возвещает эту вечную, вечное Евангелие о том, что сердце Бога не бросает людей, Бог не соглашается на то, чтобы, как говорит Господь Иисус, погиб один из малых сих. Вот не соглашается на то, чтобы мир стал царством дракона. Это очень серьезная вещь, о которой тоже, конечно, и сегодня нам обязательно необходимо помнить, что мы Богом не брошены, не брошены. И вот вслед за этим еще Евангелист говорит, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру Иисуса, терпение людей, которые полагаются на эту вечную, радостную весть о Боге, поклонение Которому действительно не обманывается. И далее еще по-другому видит Евангелист эту картину и говорит о облаке. На облаке сидит подобный сыну человеческому, и из храма выходит ангел, и сидящий на облаке поверг серп свой на землю, у него в руках был серп, и вот происходит некоторая великая жатва. Может быть, если и говорить о пугающих образах в откровении, то эта жатва предостережение гораздо более грозное и пугающее или могущее испугать, чем все эти безобразные драконы, которые все равно рухнут, от которых все равно ничего прочного быть не может и нету. Потому что Господь Иисус ведь тоже говорит о жатве, о дне жатвы, который настал. И есть притчи, помните, о неводе, который захватывает множество всяких рыб, и вытащив его на берег, люди выбросили худое и оставили хорошее. О пшенице и плевелах вот это жатва, которая в конечном итоге подводит итог человеческому нравственному бытию, нравственному выбору. Ты не можешь уделивать от этого выбора бесконечно. На самом деле существует такая вещь, как день жатвы. У каждого из нас, доживем ли мы до общего дня жатвы или нет, такой день настанет рано или поздно. И в общем об этом тоже надо помнить, и это будет твой личный день жатвы, когда уже все закончится. Тоже картина, которая стоит за этим представлением о том, что в каждый день своей жизни человек делает снова и снова нравственный выбор, и этому в какой-то момент подводится итог. Подводится итог. И дальше этот итог все равно застает тебя врасплох. Это серьезная очень вещь. Здесь евангелист тоже цитирует еще один довольно страшный образ из пророка Исаии, по-видимому, второго вавилонского Исаии, о боге, который говорит «Одежды мои красны, как утоптавшего в точиле». Для евангелиста вот этот момент подведения итогов вещь не абстрактная, а вполне реально существующая. Поэтому твой сегодняшний нравственный выбор с этим подведением итогов нужно соотносить. Нужно соотносить. Терпение святых подразумевает в том числе и память об этом самом Дне Жатвы, о том, что Бог и тоже на самом деле ведь очень утешительная и вдохновляющая вещь, то, что Бог не будет терпеть бесконечно власть этих драконов. И это обязательно кончится. И все, что там наворотил каждый следующий десятирогий дракон, будет разрушено. Это, между прочим, еще, если хотите, тоже отсылка к книге пророка Даниила, где тоже зверюги сменяют друг друга на развалинах своих империй. Жатва, свидетель, образ Жатвы свидетельствует читателю о том, что, да, сейчас происходят очередные ужасы очередного зверя, но это не будет всегда, это не будет бесконечно. Бог посылает серп на жатву, чтобы прекратить эту череду зверя, чтобы действительно царство Бога было не какой-то отдаленной реальностью, манящее нас как морковка ослика, а действительно вошло и стало центром и смыслом истории этого мира. остров русские нет, не стоя нам о чем вероят мир , а Продолжение следует...